Мечта солдата Мечта солдата Мечта солдат А вот она живет только воспоминаниями, а вспомнить есть что. На фронт молодая Саша ушла в 20 лет. Призвали ее по ошибке. Такая же фамилия и имя были у жены влиятельного человека в Новошижминском районе. Там жила Александра Евгеньевна. Призвали меня не по назначению, а подобрали только по фамилию. А нужен был совсем другого человека. А у того человека, она медичка была, конечно, да, медсестра. Но у нее муж был в то время вес имел. А во время войны уже тем более, значит. Дома остались пожилые родители, но деваться было некуда, шла война. Мы в то время тоже не понимали, что это из себя представляет. Ну, как колхоз, бригаду собрали, как овечков. Мы ехали, как слепые, куда-чего едем, говорим, где фронт-то, когда фронт поет, значит, да. Скоро приедем. Сколько ехали до Москвы, Александра Евгеньевна не помнит. Потом ее вместе с остальными направили в подмосковный город Балакова. Его полностью разгромили немцы. В соседнем городке Боровск та же история. Туда молодые солдатки добирались пешком, шли целый день. По прибытию девушек распределили. Саша попала в действующую московскую стрелковую часть. Ее назначили машинисткой. Машинистки во время войны печатали, где придется. В большинстве землянок не было ни столов, ни стульев, а потому сидели на голом полу. За день машинистки печатали до ста листов текста. Потому приходилось делать вынужденный перерыв каждые 60 знаков. Многие машинистки страдали заболеваниями опорно-двигательной системы. Да и по-женски болели часто. Ходили-то в юбках, даже в самые лютые морозы. В то время я помню для женщин молодостью брюк. Только юбки поступали. Кстати, история военной формы очень интересна. Во времена Второй мировой войны юбка снова стала короче. Женщины больше не могли позволить себе путаться в женственных Макси. Юбка стала расклешенной, линию талии украшал пояс. Кстати, девушки из Германии нацистки носили более длинные юбки, чем советские солдаты. Так почему же девушки на войне носили юбки, а не брюки? Ведь в них куда комфортнее и удобнее. Оказывается, все дело в гигиене. Помыться было негде, шла война. Сделать это в юбке можно было практически везде. На фронте Александра помогала санитарным инструкторам. Ей не раз приходилось спасать раненых и выносить с поля боя погибших. Армия была действующей. Даже подружиться ни с кем не успела. Бойцы умирали каждый день. Мы шагали по боям. Шагали по боям. Потому что наш второй эшелон был. Первый эшелон наступающие солдаты были, а мы за ними шли. Мы их и подбирали, как говорится. И наши подряды не должны их обеспечивать. Не дай бог. В то время, в наши годы, гордились паренька. Они пойдут в армию. Они крутами называли в то время. Они крутой гуляют. Они гордились, что идут в армию. Александра за время службы видела много. Не раз печатал секретные документы. Но до сих пор не рассказывает о том, что в них было написано. Давала подписку о неразглашении. Память у бабушки хорошая. Помнит многое своей военной жизни. Даже лица нацистов. Они пилобрысые, рыженькие, страшненькие. Но тем более, на войне, конечно, может, там, в самом деле, там, лучше были. Но в пределах войны... Остались были все грязные, все в земле, все в гривенье. Как-то взвод Александр попал в окружение. Помощи ждали пять дней. Все это время военные были без еды и воды. Так вот лошадку убила. Вот я сама своими глазами, или руками, как бы не глазами, руками, зарезала. Вот из этого мяса мягкого. И ели мы. Вот сырое мясо мягкое такое. Вот сейчас говорим так. Тебе вчера воду пить, значит, да? А там, ну, пили. Вот полоска идет. Из-под нее, это самое, из-под клесницы-то. Вода выступает. Мы вот эту воду пили. Там таракашки, мукашки, как говорится. И ничего не было. В 44-м году Саша вернулась в родное село. Устроилась на работу в местный военкомат секретарем. Она первая в своем районе узнала о том, что кончилась война. 8 мая 1945 года Саша была на дежурстве в военкомате. Рано утром из Казани раздался звонок. Сообщили. Война закончилась. Первому эту новость Саша сообщила военному комиссару. А потом радостно побежала домой, рассказывая всем прохожим, что война закончилась. И вот я бежала всю дорогу, кричала, война кончилась, война кончилась. И вот этой тетеньки напротив себя. Тетенька, война кончилась. Придет ваш Александр. Все плакали, все радовались. Ну, не в себе были люди, конечно, не в себе. Очень много людей погибло. Очень много. После войны Александра Евгеньевна работала в военкоматах Казани. Трудилась во Всесоюзно-научно-исследовательском институте. 15 лет назад приехала в Нижнекамск к племяннику. Своих детей у бабушки нет. Последствия холодных военных лет. Сейчас Александра Евгеньевна мечтает только об одном. Увидеть парад победы. Но понимает, это только мечта. Выйти из дома она не сможет. Чего зря говорить. Какой уж мне парад. Я из окошка не могу видеть. Александра Евгеньевна увидит парад победы. Может и не такой масштабный, как тот, что ожидает нас 9 мая. Но не менее торжественный и волнительный. Мы исполняем мечту ветерана. С наступающей 65-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Желаю вам здоровья, крепкого и всего много-много хорошего. Сейчас мы вам покажем небольшой парад победы в подготовке к 65-й годовщине. Леды за плечами, как лагерь за собой, смело отвечает товарищ молодой. Александру Евгеньевну Матлову поздравляем! Ура! 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 Господи, помилуй, да что вы! Я вас должна угостить. Угости бы вам, спасибо. Погодите, я вас угощу тогда. Всем тронуты. У меня сил и слов не хватает прямо выразить вам. Не будешь. Не будешь. Мы и дальше будем рассказывать о ветеранах и исполнять их самые заветные желания. А еще мы вместе с ветеранами продолжаем отсчет до Великой Победы. Сегодня 9 марта. Весной 1942 года в связи с потеплением и улучшением питания значительно сократилось количество внезапных смертей на улицах блокадного Ленинграда. Так, если по данным официальной статистики в феврале на улицах города было подобрано около 7 тысяч трупов, то в марте примерно 600. В марте 1942 года все население вышло на очистку города от мусора. В 1943 году наши войска освободили от немецких оккупантов 84 населенных пункта Северо-Западного фронта. В ходе этих сражений немцы потеряли 14 тысяч солдат и офицеров. 9 марта вышло постановление о частичном восстановлении электростанций, сетей и подстанций города в Грозном, Орджоникидзе, Сталинграде и Воронеже. Ровно через год, в 1944 году войска 3-го Украинского фронта продвинулись вперед на 60 километров и расширили прорыв до 170 километров. 9 марта 1945 года советские летчики нанесли удары по войскам противника, скопившимся у переправ через реку Одер. В воздушных боях и огнем и зенитной артиллерии за день сбито 36 немецких самолетов. До Дня Победы остался 61 день. Это была программа «Мечта солдата. Низкий поклон ветеранам». Помню, как в памятный вечер падал платочек твой скалеч, Как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой и родной, Знаю, с любовью тыки с головою прячешь потолка дорогой. Субтитры создавал DimaTorzok